МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в эфире программа телекомпания «Город подробностей». Сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Панфилова. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Главный врач Рязанской областной детской клинической больницы. Наверное, дети должны сейчас вот так вздрогнуть, скажут, ой, главный врач наш. Но оказывается, все совсем не страшно. И более того, давайте начнем с информационного повода, который вас сюда к нам привел, а нас заставил вас сюда пригласить. Я знаю, что ваша больница включена в рейтинг лучших медицинских учреждений России. Ну, это вот мой такой вот посыл. А вас я попрошу сейчас уточнить, что это за рейтинг, и, значит, ну, за что вас включили. Кстати, поздравляю. Спасибо, спасибо. Конечно, мы очень рады, что так высоко оценили наши заслуги. Конечно, больница – это в первую очередь кадры. У нас трудится 15 кандидатов в наук. И у нас находится кафедра детских болезней, которая тоже консультирует наших больных. У нас учатся студенты колледжа и проходят курсы повышения квалификации. Ну, это такая профессиональная, да, такая очень серьезная профессиональная элита педиатрическая, многопрофильная. Конечно же, у нас находятся единственные в области хирургические детские отделения. У нас травма, ортопедия, пульмонология, кардиология, эндокринология и, конечно же, онкогематология детская. В общем, сердце детской медицины регионов. Да, кроме того, у нас еще в прошлом году введен программный детский гемодиализ, то есть у нас нефрология есть детская. Ну, еще там многие инфекции есть. Но есть все, что необходимо для детей. И что особенно востребовано в период новорожденности, это наше отделение новорожденных недоношенных детей, их лечения. То есть вот вас поэтому и заметили, как говорится, в России сверху. Я думаю, не только. Есть таких больниц очень много, но мы прошли независимый рейтинг в регионе. Мы оказались первыми в регионе по независимой оценке деятельности. Кроме того, в прошлом году у нас два наших врача стали лучшими врачами России. В начале года был конкурс такой. Один врач вошел сейчас в рейтинг лучших врачей России. Три получается. Кроме того, наш врач, детский пульмонолог, который уважает вся область, Галина Ивановна Шаровского получила премию губернатора в области здравоохранения. У нас выиграла операционная медсестра конкурс ЦФУ. Поэтому вот все заслуги, которые... Профессиональные заслуги, профессиональные обеспеченности больницы, это тоже положило основу. Ну и, конечно же, материально-техническая база и тот ремонт, который сделан в рамках модернизации. Сейчас даем. Вот знаете, как вы сейчас перечисляете? Я думал, если бы наша команда в Олимпийском Сочи собрала столько же наград, сколько вы сейчас перечислили, то тогда и вопросы все были бы сняты. Кто ее выиграет? Я тоже надеюсь, у них все получится. Да, кто у них выиграет. Итак, вот мы с вами сейчас временно остановились на модернизации, которая проходит в вашем лечебном учреждении. Можно о ней поподробнее? Потому что, ну, сами согласитесь, модернизация – это очень важные условия движения вперед. Модернизация практически как программа, она закончена. И вот, и в области, и у нас. Мы из четырех, там, с лишним миллиардов, которые были затрачены в области, детская областная клиническая больница получила чуть более полумиллиарда. То есть это достаточно серьезное вложение. Мы очень благодарны за это решение губернатору, правительству Рязанской области, потому что так отнестись к детской медицине, кроме того, у нас ведь отремонтированы детские поликлиники, там, детские отделения в районах. То есть такой был хороший подход. Это было провозглашено нашей верховной власти. Не менее 25% на детство. У нас в регионе, там, в районе 27-28% получилось. Поэтому это отношение губернатора к детской медицине. Я могу безапелляционно это сказать, потому что губернатор тоже был у нас на юбилее. У нас в прошлом году было 25 лет в больнице. И он оценил вот это все вложение и не пожалел об этом. Да, мы в России оценили, во всей стране. И не пожалел об этом, что вложили. У нас, конечно, аппаратура диагностическая, эксперт-класса. У нас хорошо, очень оснащена реанимация. У нас обеспеченность хорошая кювезами. Это для выхаживания, там, для нахождения маленьких детей. Такая стеклянная люлька со спецназами, так образно говоря. Скафандр даже. Такой вот, как капсула, можно даже сказать. У нас дыхательная аппаратура. Ну, в общем, все, что необходимо для выхаживания и для лечения, есть. Все, что необходимо для диагностики, тоже есть. Просто со временем там будет требоваться замена. Но это уже совсем уже, то есть переход на соблюдение того уровня, на который мы сейчас вышли. Это обычно ротация такая пойдет. Да, это ротация, там, аппаратура, она всегда должна быть. Вы знаете, как у нас развивается электроника. Ну, это и вся аппаратура. У нас сейчас хорошо развивается. Мы все делаем для того, чтобы развить еще реабилитационную помощь. Это восстановительное лечение, чтобы у детей было меньше инвалидности. Соответственно, они выходили во взрослую жизнь более подготовленными. Очень важно. Значит, сейчас у нас это отделение получает лицензию. Но оно уже работает. Но, в общем-то, все необходимые там есть такие штришки наши медицинские. Мы сейчас все это делаем для того, чтобы это отделение заняло достойное место среди всех отделений областной клинической больницы. Я еще знаю, что вот, ну, дети, как говорится, не дай бог никому, но попадают вот в больницу, думают, ну, хоть от школы-то отдохну здесь немножко, полежу хоть один какой-то плюс, ну, и поправлю здоровье. А нет. И школа и здесь, и у вас больница настигает. Да, у нас больница имеет филиал школы, и у нас она оборудована очень даже хорошо. Могут позавидовать многие школы, потому что у нас есть интернативная доска и планшетники, и с детьми занимаются учителя в палатах. Так что, к сожалению, деткам отдохнуть не придется. Но мы стараемся создать их максимально домашние условия. У нас игровые с массой игрушек, у нас различные там и игры, ну, повозрастные. Есть воспитатели, которые непосредственно занимаются, потому что дети или есть дети, на койке он не пролежит везде. Это уж точно. Вот, кроме того, нам помогли, мы сделали детскую площадку летом. Вот, так что дети и мама должны чувствовать себя, ну, насколько это применимо к больнице, все-таки ближе к домашнему. Ходит даже такой, ну, знаете, анекдот, не анекдот, но такой забавный случай, когда к вам приходил представитель по правам человека, по-моему, да? Да. И что ему там поведаете нам? Что сказал ему хмурый мальчик с планшетником в руках? У нас приходил Александр Яковлевич Гришко, я показывала ему детский класс, но все-таки как соблюдается права ребенка, и сидит такой мальчик лет 12 с планшетником в руках, очень расстроенный. И я думаю, он его спрашивает, ну, что с тобой, сынок, происходит, и почему такой расстроенный? Вы, наверное, заглут. Я схватила, ну, сейчас, как скажут, и укола много, и всего там все много, всего замучили, вообще один лежу, по родителям скучаю. А он говорит, да выписывают меня завтра. А самый вот этот планшетник крутит. Говорит, как вы, выписывают его завтра. Вот это, мне кажется, самый четкий, как говорится, показатель того, как себя дети там чувствуют. Ну, мы надеемся, мы надеемся, потому что персонал настроен максимально. Ну, как говорится, дай бог. Большое вам спасибо. Еще раз вас поздравляю с высокими рейтингами российскими. Спасибо, спасибо. С тем, что у вас так, ну, плодотворно расширяются и международные теперь уже связи, и, как говорится, здоровье детей в ваших руках. Вы уж берегите его, ради бога. А я думаю, вам все будут помогать от власти до простых людей. Спасибо вам большое. Мы очень рады за Рязанскую область тоже, потому что считаем это заслуга всех. Большое спасибо. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях была главная врач Рязанской областной детской клинической больницы Татьяна Николаевна Панфилова. Татьяна Николаевна, соступившим вас еще и Новым годом, и ваших людей. Поздравьте их от нас. Они тоже стали лучшими ваши врачи. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробностей». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова